Друзья, сегодня у нас на обзоре дом каркасный 7х10 в комплектации дом готовств снаружи. Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Александр, я приветствую вас на проекте Строю и Живи. Мы находимся в Карелии, недалеко от города Сартовала, это обалденная природа, обалденный регион, он мне очень нравится. И у нас заказчики, которые построили этот дом с применением материнского капитала, с применением регионального капитала, с применением ипотеки, в общем, собрали все свои финансовые возможности и заказали у нас дом на железобетонной плите из сухой строганной доски с наружной отделкой. Пойдемте поближе посмотрим и послушаем наших заказчиков. Фундамент нашего дома это железобетонная плита, дом будет применяться для постоянного проживания. Изначально заказчики хотели утепленную шведскую плиту, по какой причине у нас не утепленная шведская плита здесь и по какой причине они отказались от винтовых свай, об этом заказчики сами расскажут вам чуть позже в своем видеоотзыве, в этом видеоролике, поэтому не переключайтесь. Кроме того, не забывайте подписываться на канал, писать свои комментарии, свои вопросы, мы на них будем отвечать по мере своей возможности. Ну и конечно ставьте лайк, если ролик был полезен, а если бесполезен, можете дизлайк поставить, я не обижусь. Итак, железобетонная плита высотой в 200 мм, соответственно под ней вся необходимая подготовка. Это песчаная подушка, это щебеночная подушка со всеми слоями необходимы по гидроизоляции и геотекстиле, чтобы грунты не перемешивались. То есть подушка не перемешивалась с грунтом. Ребята приехали, за несколько дней выполнили работу, дальше у нас заехала другая бригада, то есть на мой взгляд бригада, которая выполняет фундаментные работы и строительные работы с деревом, это точно разные люди, точно разные бригады. Поэтому если вам предлагает одна и та же бригада и фундамент залить и дом построить, надо к этой бригаде присмотреться. Итак, дом построен сухой, строганной доски, внутри, когда зайдем, вы увидите каркас, потому что комплектация этого дома, еще раз повторюсь, дом готов снаружи, то есть смотришь, дом готов. Хотя здесь есть два нюанса, чего на доме еще нет. Сейчас ставим кадры, как полетаем над этим домом, а вы, пожалуйста, в комментариях напишите, чего на доме не хватает для полноценного, трех моментов. Чего не хватает для полноценной оценки, что дом готов снаружи. Посмотрим, что вы напишите. Итак, фасад дома, это имитация бруса, естественно, мы ее привезли сюда, необходимая влажность, то есть это не более 15%, и время года еще на тот момент позволяло производить покраску на улице. У заказчиков ограниченный бюджет, я уже сказал, перечислил все финансовые инструменты, которые он привлекал для строительства вот этого дома в такой комплектации. И, естественно, человек с руками, имеющие свободное время, изъявил желание покрасить доску самостоятельно. Ради бога, в принципе, получилось очень даже неплохо. Доска была покрашена вот прямо здесь на площадке в свободное время силами заказчика в один слой, а далее уже своими силами заказчик ее покрасил, смонтированную на фасаде. Вот, обрамление окон, это сухая строганная доска, тоже покрытая в контрастный цвет. Здесь такой синий классный, очень приятный цвет, синий-голубой, наверное, а это белый. Металлические отливы смонтированы и окна. Окна это профиль Rehaut, двухкамерный стеклопакет, очень хорошая фурнитура. Крыльцо. Это тоже железобетонная плита. Некоторые делают свай на фундамент под крыльцо, под террасу. В принципе, большой разницы и значения какого-то я не вижу, не знаю. Можно делать и так, и сяк. Столбы. Я много раз о них рассказывал, о том, что бывают столбы разного вида. Если вы планируете выполнить отделку этих столбов, или вас не пугают трещины в дереве, то можно использовать брус даже естественной влажности. Он здесь высохнет. Если его хорошенько закрепить вверху и внизу, наоборот, то, в принципе, его со временем не поведет. Еще раз повторюсь, есть хорошо закрепить. Но это самый бюджетный вариант, а может быть самый дорогой, если вы в дальнейшем планируете его еще и отделать. Поэтому тут решение принимать, конечно, вам. Я рекомендую использовать либо брус клеенный здесь, тогда трещинки в этом брусе будут минимальные. Они будут все равно. Особенно чем темнее краска, тем больше будут трещины. Здесь краска нейтрального цвета. То есть она не совсем темная и не светлая. Ну и регион такой, что... В общем, здесь использовался третий вариант. Не клееные брусы, не брусы естественной влажности. Здесь набор из досок. Мы когда-то, года три назад, так попробовали. Нам понравилось. От заказчиков ни одной жалобы не поступило. Поэтому смело можем рекомендовать вот такой способ. То есть, в принципе, это не особо видно, что столб состоит из трех досок. Особенно если хорошенько это зашлифовать и покрасить. Здесь, я так понимаю, что шлифовки полноценной не было. Потому что у них чувствуются небольшие ступени. Но на самом деле это намного лучше, чем брус естественной влажности. Что еще хочется сказать? Сама методца бруса собрана, смонтирована на обрешетку на финишные гвозди. Несмотря на то, что фасад покрашен еще раз, отверстия вот от этих маленьких, там, миллиметровых гвоздей финишных, они все-таки видны. Но они видны только вот когда совсем близко. Если отойти чуть подальше, то, в принципе, теряются эти отверстия в фасаде. Но с дальности там полтора-два метра уже точно ничего не видать. Может, у меня зрение такое. Подшива свесов. Выполненный сухой строганой доски белого цвета. Тоже контраст. Ну, соответственно, на фасаде два цвета. Синий, белый. Очень гармонично смотрится. Насчет двери. Иногда в ролике не скажешь, люди начинают в комментариях ерунду писать. Вот, поставили дешевую дверь. Да, здесь самая дешевая, самая простая дверь. Раньше я так помню, что стоила что-то около 2000 рублей. Сейчас они сильно подорожали. Но все равно они самые дешевые. И я всегда рекомендую в стройке вначале именно ставить такие двери для того, чтобы закрыть контур. Для чего они должны быть такие простые? Ну, для того, чтобы просто закрыть контур, не задувало сюда ветром и снегом. Но в то же время, по выполнению всех инженерных работ, отделочных работ внутри, даже после того, как вы занесли основную мебель крупногабаритную, только после этого я считаю, что можно снимать эти двери и устанавливать уже настоящие. Соответственно, и тогда будет выполнено обрамление таким же способом вокруг этой двери. Что у нас внутри? Давайте посмотрим. Почему это нужно делать? Почему дверь? Наверное, не договорил. Потому что вы ее обязательно покоцаете. Покоцают ваши рабочие. И спорить с ними будет бесполезно. Пойдемте внутрь. Внутри чистота и порядок. Здесь, если по планировке говорить, небольшой холл, предбанник, тамбург, как хотите его называйте, прихожая, в общем. При том, что здесь остается место для того, чтобы либо какой-то мини-шкаф сделать для одежды, либо просто вешалки. Заходи. Здесь я заказчикам уже порекомендовал выполнить перегородку, установить мешковую дверь для того, чтобы произвести отсечку холодного воздуха. Регион холодный. Газовое отопление здесь не предвидится. Соответственно, тепло нужно беречь. Здесь большое пространство. Просто обычный прямоугольник. Все лаконично и минимально. Минимально необходима кухня-гостиная. Вдоль этой стены будет кухонный гарнитур. Здесь вот через плиту канализации, вывод, окна, пожалуйста, вам, столовая зона и гостиная зона. В принципе, ничего особенного, в то же время достаточно. Пойдемте дальше, посмотрим, что по планировке. Здесь санузел, то есть туалет, стиральная машина. Две одинаковые спальни. То есть примерно по 10-11 квадратных метров площадью. Достаточно для того, чтобы использовать как спальню точно такая же комната. Далее. Есть еще помещение. И это котельная. Котельная. Здесь вот два вывода. Входы, закладные, фундаменты выполнены для того, чтобы завести воду, электричество, может быть, что-то еще. Дверь такая же временная входная, которая выходит на участок. То есть вот прямо на сам участок. Не входная группа, а противоположная сторона. Здесь душевая комната и сауна небольшая. Небольшая, но достаточно для семьи, которая будет проживать в этом доме. Заказчикам выбрана сухая строганая доска. На наше удовольствие. Почему на наше удовольствие? Потому что сухая доска, она всегда легче, чем доска естественной влажности. Она легче монтируется, легче подается обработке, пилению. Вы пили его у него, легче собирается, у него меньше каких-либо цезоров остается. Ну, в общем, во всех отношениях легче, лучше, качественнее, но дороже. Но дороже, но в дальнейшем заказчику потребуется меньше усилий для того, чтобы обеспечить ровные стены при отделке. А выполнять оно ее будет самостоятельно. Не помню, говорил, не говорил. У нас перекрестное утепление снаружи каркаса. Дальше влаговетрозащитная мембрана, брусок контрабрешетки, вентилируемого зазора и уже фасад. Вовнутрь заказчик уже своими силами утеплил на 150 мм. Обратите внимание, как аккуратно он выполняет эти работы. На окнах перед монтажом установлены закладные для проклейки с пароизоляцией. При сборке каркаса, обращаю внимание, что несмотря на то, что мы об этом уже рассказывали не первый год на канале, не все строительные компании так делают и не все самостройщики так делают. Необходимо при сборке каркаса, перед возведением внутренних перегородок обеспечить дальнейшую непрерывную пароизоляцию вашего наружного контура дома. Соответственно, вот такие закладные из нашей синей качественной пароизоляции. Вот рулон. Заказчик уже закупил пароизоляцию для дальнейшей пароизоляции всего дома. Необходимо монтировать в каких случаях? Если у вас свайный фундамент, то на стыке внутренних перегородок и цокольного перекрытия, на стыке внутренних перегородок и наружных стен, на стыке внутренних перегородок и чердачного перекрытия. Если у вас утепленная крыша, соответственно, на стыке внутренних перегородок И вот этой самой стропинной системой, утепленной в будущем крыши У нас появились такие рулоны То есть не вот такие огромные, метр десять шириной А маленькие, по 500 миллиметров То есть раньше делали как? От такого рулона отрезали большой кусок И потом располосывали вот так примерно на полметровые куски Сейчас достаточно приобрести отдельно такой рулончик И использовать его по назначению Заказать все это дело можно на нашем сайте Это наша собственная фирменная пароизоляция СИШП У нее огромный ряд преимуществ по сравнению с тем Когда мы решили ее делать Решили ее делать потому что на рынке в России не было нормального продукта Мы подсмотрели каким образом сделана такая пароизоляция в Финляндии Там нет огромного количества выбора как у нас На разный цвет, вкус и бюджет Там все одна пароизоляция выглядит вот она точно так же Мы ее просто содрали оттуда Вот и организовали выполнение такой пароизоляции у нас в России Теперь продаем, зарабатываем на этом деньги И даем добро людям Потому что лучшей альтернативы в России по-прежнему нету Ширина рулона 3 метра То есть имеются два загиба снизу и сверху Соответственно при высоте в 2,60 Идеально получается, что загиб снизу, загиб сверху Очень удобный монтаж Пленка плотная, выполнена из первичного полиэтилена Не имеется никакого запаха, в отличие от полиэтилена Который выполнен из вторичного пластика И толщина в 200 микрон обеспечивает герметичную пароизоляцию вашего дома в дальнейшем А это один из важнейших факторов при строительстве качественного каркасного дома Хотите качественный каркасный дом, используйте такую пароизоляцию Обратите внимание на качество бетона Вот ни трещинки, ни полутрещинки Ничего я наблюдать не могу Хороший бетон заказали Хорошо его приняли, отвибрировали, уложили Все, теперь заказчику остается выполнить своими силами До утеплить чердачное перекрытие О, утеплить вернее его Вот Инженерные сети Все, хватит болтать Сейчас приглашаем заказчика, послушаем их отзыв Здравствуйте Здравствуйте Мы чуть-чуть пораньше приезжали Александр Сначала проект у вас заказали Проект дома, да? Да, проект дома Что я помню, была там история с выбором фундамента Вы сначала хотели УШП Ну, УШП, да, это было бы, конечно, очень классно Это было бы, ну, все проблемы на будущее решило бы, да? Да, согласен, абсолютно А по какой причине все-таки вот изменили? По финансам Чтобы нам потянуть было под крышу дом поставить Дальше потихоньку делать Ну, хорошо, в июне мы списались Как там дальше? Ну, потом по деньгам решали все это, чтобы нам хватило полностью Полностью Вы ипотеку не рассматривали, да? Не, ипотеку мы взяли А, взяли Небольшую сумму все равно пришлось взять И вы ипотеку взяли для того, чтобы подкроить дом Немного такого вот? Ну, под крышу, да Чтобы уже дальше самим доделывать Под крышу и снаружной отделкой? Да, снаружной отделкой, с наружным утеплением С окнами Ну, двери временные вот эти Ну, на самом деле правильно, что двери самые дешевые простые Просто, чтобы закрыть контур Да? Да Потом все равно будет Ну, правильно, хорошо Ну, фундамент заливали Еще и получилась там плита Ну, под мастерскую, например Ну, остатки цемента там То, что фундамент В принципе, у нас ничего не осталось Все дело пошло Ну, вот плита Это они успели так опалубку быстренько Быстренько опалубку сделали и залили Прикольно Как бригада по фундаменту отработала? Обе бригады отлично Там по факту три дня фундамент Просто погода не давала делать Ну, прям три дня и фундамент? Да Понятно Помню, что разговор еще был про сваи От сваи вы отказались Ну, тоже хотелось бы понять Ну, что не хочется мне сваи Не могу и все Все правильно А дом как будете использовать? Как ты постоянно жить будем? А, прям постоянно жить, да? Здесь, я так понял 20 минут максимум езды отсортовало, да? 10 минут Даже здесь? Ну, наверное, очень быстро ездить Мы за 15 доехали А вы здесь живете, да? Да, я уже как приезжал А вы ехали по этой дороге здесь? Да? Ну, да С той стороны есть тоже Ну, там хуже дорога Ну, понятно Ну, что-нибудь рассказываете? Ну, каком-то наблюдение Ну, да, готовились мы как вот Ну, в первую очередь бытовку сделали Для строителей, да? Свет подвели, чтобы свет был Бытовку тоже строители сделали? Не, мы сами Правильно, молодцы А все в процессе Финансы решали свои Чтоб нам хватило Потому что там материнский капитал Использовали региональный капитал Здесь используют? Да, сюда Можете рассказать? Потому что некоторые люди Прямо с недоумением спрашивают А что еще материнский капитал Можно использовать? У нас как раз договор наш То, что с вашей фирмой, да? Да Его прикладывали, да? Ну, куда мы используем его Для строительства дома То есть материнский капитал Я использую сколько сейчас? Ну, там сумма какая-то 350 или что-то Что-то такое Ну, мы использовали там какую-то сумму Ну, сейчас вам на какую-то пить истут Да, дети, не мерзнете Не холодно вам? Ну, нет Ну, тоже нет Пока не холодно То есть, надо договор Ничего, я скажу, какая-то региональная Региональная Ну, это карельщик По Карелии Ну, в Питере свой капитал есть тоже Региональный там тоже Самое Так же можно его использовать Ну, там 100 тысяч Он всего лишь А большие проблемы? Ну, сложно Документ Ну, просто во времени Долго А так оно делается Где-то месяц Где-то полмесяца, да? Ну, ипотека тоже В принципе, все получилось Ну, все решаемо А ипотека Вы через какой банк брали? Сибербанк У нас У нас Ну, это Сбербанк Ну, да Это Сбербанк А вот можете Хоть в двух словах Что, какие документы Какую сумму взяли? Какой платеж получится? Ну, процент там Около пяти процентов Что-то такое У вас какие-то Пяти два Ну, я работаю Я пока не работаю Понятно Большой доход показали? Так, свой Это уже есть Ну, просто людям интересно Вот, смогут они получить Стоит ли заморачиваться? Получается, мы Вот, вся сумма 2 900 Всего дома Путора миллиона У нас было своих Уже Это вместе с фундаментом, да? Да, вместе с фундаментом Получается, 500 нам Материнский капитал дали 100 тысяч региональный Ну, по факту там 850 тысяч нам ипотеку пришлось взять А на сколько лет? На три года А, ты-ты-ты Ну, там 20 тысяч месяцев платёж Он не обременяет Ну, понятно Ну, зато дома уже Да, и мы как бы Такое видео У меня единственное, что Недоумение Почему нет Двузосточной системы Ну, тогда даже деньги Мы бы тоже хотели бы Все это сделать Да? Можно было все Можно было все под ключ сделать Если бы были деньги, да? Не, ну, просто вот Немножко не дотянули Надо было сделать платёж Ежемесячно 21 тысячу Надо сделать Потому что Ну, снегозадирание Представляете? Сколько снега туда ляжет И вот вы приедете В какой-то момент Поставим сами снегозадиржатели Представляете? Поставим А там закладные сделали? Ну, я надеюсь Мы об этом говорили с бригадой А, ну, если говорили Значит сделали Вот самое главное Если нет возможности Снегозадиржания Сразу сделать Это хотя бы закладные То есть Сплошная обрешётка Должна быть по дне Но водосочную систему Прикрутить В принципе, можно будет На вот эту лобовую доску Короткие крюки Ну, ясно В дом-то пригласите Расскажите Пойдёмте Планировки Как чего Да, вы видели? А? Вы видели? Ну, как же Постоянно А, вы здесь контролировали, да? Нет, нет, нет Сын контролировал А, сын? Я уже когда сделаю Сюда Смотреть, где полярска Туфли снимать Туфли снимать? Туфли снимать? Туфли снимать? Не, не надо снимать Ну, как красиво Это вы уже утеплением Сами занимаетесь, да? Ну, тогда потихоньку Мы тут делаем Слушайте так аккуратно Смотри, Серёга Утеплять сверху Ну, вот потому и хотелось Конечно, что УШП Но это по финансам Мы не потянули бы Ну, ясно Ну, ничего В Москве не сразу строилось Чудачное перекрытие Как будете утеплять? На сколько? Ну, как минимум Вот 200 И сверху ещё думаю На 300 минимум Вот прям совсем минимум А лучше всего Я просто не знаю Как у вас тут с эковатой Можно утеплить Хоть на 100 Вот такой каменной ватой Снизу А сверху насыпать Эковата Сухой Можно её купить В мешках самостоятельно Разрыхить Ну, я слышал Комбинируют Да Ну, и пароизоляцию Не забыть всё это дело Проклеить Сами выйти, да? Пароизоляция, да Уже ваша есть Один рулон почти целый Один целый Ну, и плёнка Ну, как Скотч тоже есть Ну, хорошо По помещениям Расскажите Планировка Дом-то же симпатичный Очень такой Сочный Компактный нам Как бы не надо Большой дом Кухня-гостиная Это вот прихожая у вас Будет какая-то Перегородка Здесь дверь А вот думаем Ещё Может быть Сделаем тамбур Ну, было бы хорошо Чтобы отсекать Холодный воздух У вас тут В Карелии Зимой будет холодно Это кухня-гостиная Где кухня Где гостиная Вот А, вот здесь будет кухня Да, вот Маленькая окошка Вообще Этот проект нашли Изначально Финский проект И на основе его Сделали наш Ну, то есть Стропильную систему Что они же делают фермы А вот сделали С учётом Чтобы на месте собирать Ну, да Ферма уже Это кран Нужен, чтобы кранам Всё это Привезти Фермы готовые Ну, мне на самом деле Технология очень нравится Просто Изготовление ферм Получается в России Как-то дорогостоящие Вот А людской труд Не такой дорогой Как Финляндия Поэтому У нас, к сожалению Вот Всё из доски Елается А не с ферм Ничего Надёжно У нас уже всё Почитали Рассчитали Ну, каркас Очень крепкий Прям даже Может быть Избыточно Местами Но Пробовали качать Бесполезно качать По-моему Понятно Ладно Кухня-гостиная Я понял Ну, то есть Прихожая, да Зашли Кухня-гостиная Санузел Да Вот это Справа Санузел Стиралка Куалет Да Две комнаты Да? Одинаково Две спальни Угу У вас ещё одна дверь здесь есть Это выход на участок Получается, да Двух сторон Ну, как почти симметрично получается Там на участок, да Здесь, да Планируем вот котельное Ну, техническое помещение Двух сторон Сделали там закладные Получается под эту Электрику И под воду С этой стороны Ну, там выведено туда вот Да, я понятно Под воду тоже 110 Ну, всё, да Всё такой трубой сделали С запасом Понятно Тут получается Вот уже мой Это как Мойка Душ Да, душевая И парилка Ну, даже салон То есть вот так заходим Сюда в парилку Понятно Расскажите, как Складывались отношения Там с проектировщиком Я так понимаю С С Менеджером С бригадой Менеджер хороший у вас, Александр Такой Очень хорошо Хватило его знания, да? Ну, да Ну, как бы Поэтапно решали Наши вопросы Наши пожелания То есть они учитывались Свои корректировки Да, какие-то Может быть были То есть да Вот изначально был финский проект И мы пытались его подогнать Под наши пожелания У финнов там какой-то Тут еще камин какой-то стоял Как-то вот здесь Немножко перегородки Несимметричны были Как-то мы сделали Ровно просто Ну, сместили стены Ну, а потом дальше решали Финансовую сторону Вопросы и все В принципе, я так понял Готовы были сразу строить их Хоть летом еще Ну, да, понятно В итоге все на сентябрь Звинулось А по срокам что? Наверное, тоже в сентябре Заливали, да? Да, начало сентября Да, начало сентября А, я еще тогда вот Потом была пауза небольшая И потом дом Три недели, наверное, и все И дом готов По факту месяц сейчас строится Красили доску Насколько помню Вы, по-моему, здесь сами, да? Да, вот на той площадке Своими силами красили Хорошо В каркасе вижу Доска у вас сухая, строганная Да Осознанный выбор Или Александр настоял Или как Или рекомендовал Ну, это в принципе Вообще, наверное, логично Да, логично Ну, просто у всех Разное отношение к этому Не стоит, я думаю, экономить На каркасе А делаете вы чем будете Внутри отделка какая-то А вот еще думаю Тоже гипсокартон Или имитация груза Или что-то Или вагонка, может быть Не знаю Можно комбинировать Да, это сделать Гипсокартон Ну, если дом для постоянного проживания Это в дачном доме Который замораживается на зиму Там гипсокартон нельзя Ни в коем случае Ну, это понятно, да А если в доме будет все время тепло То любой отделка Ну, а полы, думаю Все-таки стяжку еще делать То есть теплый пол Водяной Ну, это логично Будет оправданно Ну, а дальше куча вариантов Тепловые насосы и прочее Там, это я еще не знаю Не решил, как это все сделать У нас есть ролик на канале Про шесть видов утепления И как они по стоимости И срокам окупаемости С сравнительной Такая таблица есть Там и ролик очень познавательный Там газ, электричество Тепловые насосы Ну, с газом пока тут Не провели проблема Нет, это, да? Такая не проблема Без пилот, да Ну, значит, у вас электричество Тем более два тарифа есть Можем ночную использовать Здесь, наверное, недорогое электричество Долго, да? Ну, вроде нет Ну, три с чем-то Это дневной тариф А рубль 80, по-моему, ночной Ну, по-борски Тем более, если дом хорошо утеплен И плюс тут три фазы, как бы, свет подвели Хорошо Так, ну чего еще? Там еще изначально-то у нас, как бы, свет-то не было Вот мы еще решали свет Ага Еще из этого времени потянулось немножко Потом подарок получился Потому что одно дело с генератором, а другое уже со светом Но с генератором не начинали? Нет Нет, вообще не пришлось А как-то быстро нам в Россетии Раз, и сделали все Вроде как, через год обещали А потом? Да, написали сначала, что геополитическая обстановка не позволяет А потом позволило Что-то изменилось А что мы приехали, да Столбы стоят, ура! Понятно Дорого обошлось? Что? Подведение электричества Так оно бесплатно 500 рублей 500 рублей 550 рублей, да Как да Вы платили? Да, конечно Так договор, так же договор заключается Ну да, да Сейчас ты эту халяву, по-моему, закончил? Ну да, ну 45 тысяч, по-моему, стоит Если кому надо, так и заплатят Ну да Оно того стоит, чем на генераторе Я что-то считал, что на участок 20 или 15 соток, по-моему, 120 тысяч Неврально считал, да? По-моему, там идет вот киловатт Ну это вот в Ленинградской области, там, Волховском районе Сейчас решается Не на вопрос Ладно, чатом-то хоть пользовались? Да Ну мы чаще сюда сами приезжали Приезжали, да? Да Ну что почти каждый день тут было Работаете, ну, живете недалеко, работаете тоже Есть возможность контролировать В общем, ребята, я так понял, ругать не нужно, ни за что Ну мне вообще все нормально Ну все остается, все хорошо Мы довольны Прораб не часто сюда едет Далековато все Ну да, раза три, наверное, приезжал к нам Это тот, который по дому? Да А по фундаменту? Ну два раза тоже, наверное, когда изначально первый раз Да-ка там они быстро устроились Три дня там вся стройка была Просто погода еще не давала делать Да-да Может быть они около недели тут были, но дождь не давал вообще делать ничего Как там эта бригада по фундаменту? По-русски плохо говорят? Ой, они вообще хорошие Нормально, они на всех языках, по-моему, говорят Вестиприимные Они нас пловом угощали Прям не могли нас отпустить, заходите плов ешьте Пока не накормят, ясно Хасан там, да? Ну, увы, у вас не было никаких там этих, что вот понаехали вот эти товарищи? Не, нет Нет, да? Просто опять-таки многие по-разному к этому вопросу относятся Ну мы же когда-то в Советском Союзе родились, да? Да-да Мы все вместе Хорошо Ну, в общем, может быть, есть какая-то рекомендация, что изменить надо в работе компания? Может, все-таки недочеты какие-то были? Что сделать лучше? Не знаю, мне кажется, все хорошо у вас По проектировщику вообще ничего не сказали Были какие-то с ним? Так, а мы просто свои пожелания И он на бумаге все это изобразил в виде проекта Да, мы посмотрели вроде, как-то нормально Не, ну проект это классная штука, это правильно Да? Ну, вот я думаю, если гараж буду делать сам То выказать проект и сделать его Сами-то точно сможете, да? Конечно Вы только построили дом, видели, как строится Опыт есть с деревом работает Да, тем более Ну, а дому это тяжело делать Да, тяжело дому это Да, какое удовольствие видеть, как все это растет Да Справитесь точно Судя по тому, как вы утеплением занимаетесь Красота Много времени ушло, чтобы утеплить этот контур У меня четыре, может так Один? У меня с другом Угу С коллегой по работе Просто в удовольствие пришли, поработали Спасибо за то, что дали возможность поработать Да, поработать, заработать А нам скорость возведения И качество Я думаю, что и качество В первую очередь Если бы сами строили, представляете, насколько бы это растянулось? Растянулось бы, да Это все можно сделать, просто долго очень Ко мне очень часто люди обращаются Вот, начали самостоятельно строительство Подняли первый этаж На второй этаж уже сил нету Что делать? Или там, каркас собрали, крыши нету Без крыши нельзя оставлять Конечно Особенно на зиму Да и вообще, в принципе, как можно быстрее нам под крышу сделать На самый интересный был момент Это в самом начале нашей деятельности Шестой дом По счету мы строили Ко мне обращается мужик Говорит, фундамент Сделал обвязку Ну, у него свайный фундамент Сделал обвязку Все, сил выше нету И приходите строить Приезжаю, он показывает свою руку У него рука здесь была опухшая От того, что он забивал гвозди Подхожу к обвязке Это надо там 4 гвоздя в 200 доску забить Он там, не знаю, гвоздей в 8, наверное, забивал В общем, у него обвязка состояла из пакета досок И огромное количество гвоздей Помнишь, это, товарищи? Все в гвоздях Утыкал Ну, большое дело Инструмент, как бы, у бригады, которую, да? Торцовка, пневмопистолет Да? Газовый, который пистолет на газу Который тоже еще Да, да Потому что у них один период был, что эти баллоны кончились Поехали, а в городе у нас этих баллонов нету Ну, естественно Пока прораб не привез, у них маленько постояло То есть, молотком пришлось проработать Ничего страшного Ну, пока там напилили доски остальные, которые по размерам Материал, как вам? Мы его откуда-то... А, может, в фуру Вы все привезли, все в фуру В фуру уже целую привезли к вам Сразу весь материал Крыша и железо, ну, и арматура Утеплитель Все на машине было Доски, да Ну, уж дальний объект Мы долго там комплектовали Немножко, вспоминаю, задержали с выездом, да? Обещали в один день, приехали в другой Ну, что, друзья, заказывайте каркасные дома в нашей компании И у вас на вашем участке появится такое же классное чудо С вами, как всегда, был Александр и проект Струежие До скорой встречи, пока 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 Продолжение следует...